Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду печь тыквенный хлеб. Для приготовления тыквенного хлеба нам понадобится кусочек тыквы, такой, чтобы когда мы его натрем, у нас получился полный стакан, 3 четвертые стакана теплой воды, 100 грамм сливочного масла, можно взять маргарин, примерно 500 грамм муки, полторы чайные ложки соли без горки, горочку снимаем, одна чайная ложка сахара, сахар с горкой берем, дрожжи, пакетик сухих, если нет сухих, то можно взять 30 грамм свежих, одна столовая ложка сухого молока и четверть чайной ложки куркумы. Берем мисочку, наливаем туда теплую воду, высыпаем пакет дрожжей и добавляем чайную ложку полную сахара. Все это размешиваем. Все размешали хорошенечко. Дальше накрываем полотенчиком и ставим в теплое место примерно на 20 минут. Натираем тыкву на крупной терочке. У меня тыква очень хорошая, ароматная и сладенькая. Прошло 20 минут. Дрожжи у нас такой пенкой покрылись. Все, теперь мы начинаем добавлять то, что у нас осталось. Специю, нашу куркуму и соль, сухое молоко, размягченное масло, масло комнатной температуры и добавляем стакан тыквы. Вот я натерла полный сверху стакан тыквы. Все это размешиваем. И постепенно добавляем муку, замешиваем тесто. Все это размешиваем. Все, дальше можно уже замешивать руками. Тесто нужно хорошо вымесить. Оно должно быть вот таким вот мягким. Количество муки зависит от сочности вашей тыквы. У меня тыква очень сочная, хорошая такая. Поэтому у меня примерно 500 грамм ушло муки. Но если тыква будет не очень сочная, то муки потребуется меньше. Тесто должно быть вот таким вот мягеньким. Забивать его ни в коем случае не надо. Все, хорошенечко вот так вот вымесили. Вот так вот его кладем. Опять накрываем полотенчиком и убираем в теплое место уже на 1 час. Прошел 1 час, тесто увеличилось почти в 2 раза. Сейчас я его переложу, немножко обомну и сформирую нужную форму. Присыпала немножко мукой досточку. Вот видите, какое мягенькое тесто. Играет прям в руках. Очень мягкое такое, податливое. Еще раз сейчас я его обомну хорошенечко. Формируем примерную форму, которая нам нужна. У меня будет хлеб круглый. Вот такой у меня будет хлебушек. Все, сейчас я его переложу в форму и дам немного постоять. Я сформировала круглый хлебушек. Переложила на сковороду. Теперь даю ему немножечко отдохнуть. Примерно минут 10. Тоже накрытое полотенчиком. Все, 10 минут. Вот так оно у меня постоит. Хлебушек немного постоял, отдохнул. Кстати, сковорода у меня совсем слегка смазана маслом. Настолько слегка, что его практически не видно. Теперь смазываем верх нашего хлебушка растительным маслом. И делаем неглубокие надрезы ножом на самой поверхности. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Ставим туда хлебушек примерно на 40 минут. Проверяем наш хлебушек. Ну, по-моему, он уже вполне готов. Все, сейчас буду доставать. Вот такой хлебушек получился с пылу, с жару. Очень ароматный, вкусный. Внутри хлебушек получается вот такого красивого цвета. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Всем пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok